Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий, Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с вопросами соблюдения прав граждан при предоставлении займов организациями, так и при влечении вкладов от населения. На рынке финансовых услуг в последнее время все чаще можно увидеть микрофинансовые организации, предоставляющие кредиты в кратчайшие сроки без подтверждения дохода и поручителей. Однако не всегда эта деятельность осуществляется легально, что отражается на правах граждан, взявших кредиты и нередко фактически попавших в кабалу. Напротив, другая категория людей, имеющих определенные сбережения, увидев рекламу организаций, обещающих высокие проценты откладов, не задумываясь, отдает чуть ли не последнее, что у них есть. Порой их надежда оказывается обманутыми, и это обозначает настоящие трагедии. На что нужно обратить внимание при получении кредитов от микрофинансовых организаций? Всегда ли их деятельность осуществляется на законах оснований? Как не попасться на удочку мошенников при вложении средств под проценты? Можно ли вернуть свои деньги, если недобросовестными заемщиками не выполняется свои обязательства? Вот далеко не полный перечень вопросов, на которые мы постараемся ответить на наши передачи. Сегодня у нас в студии прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Илья Владимирович Гаврилов. Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Илья Владимирович, часто можно увидеть организации, которые предоставляют гражданам деньги в кредит буквально на основании паспорта. То есть вся процедура занимает не более 15 минут. Вообще регулируется их деятельность какими-либо законами, и стоит ли доверять подобным организациям? Да, конечно. Деятельность подобных организаций регулируется федеральным законом о потребительском кооперативе кредит-займе, согласно которому потребительский займ – это денежные средства, предоставляемые организациями в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а для личных, семейных, бытовых нужд. Такие организации, как то банки, кредитные организации вправе заниматься подобным видом деятельности, а также некредитные финансовые организации. Если с банками все более-менее понятно, к числу таковых кроме банков относятся и организации, которые осуществляют банковские операции с получением разрешения лицензии, то деятельность некредитных финансовых организаций регулируется различными законами. К числу таковых организаций следует отнести кредитные кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды и микрофинансовые организации. К какой организации, к кому обращаться гражданам – это право каждого. Я думаю, очень многих граждан волнуют все-таки проценты от кредитов. То есть они зачастую вместе с основным долгом возвращают огромнейшие проценты. Вот почему люди вообще соглашаются на такие кабальные условия? И может быть они невнимательно читают условия договора, может быть эти условия договора как раз-таки до них не доносятся должным образом. Вот как-то законодательство регулирует эти вопросы, чтобы действительно люди имели возможность прозрачно увидеть эти моменты и, соответственно, оценивать свои риски. Безусловно, в законе о потребительском кредите займе, который вступил в силу с 1 июля 2014 года, регулируется данный вопрос. В частности, на практике случались случаи, когда в кредитных договорах прописывалась полная стоимость банковской ставки мелкими шрифтами, либо где-то в середине договора, в законе четко прописано, что полная стоимость потребительского займа кредита должна быть прописана на первой странице договора в квадратной рамке в правом верхнем углу. При этом эта рамка должна быть не менее 5% площади от, значит, площади первого листа. И при этом шрифт должен быть максимальным по шрифту, который используется на первой странице договора. То есть, в принципе, мелкий шрифт вообще недопустим? Мелкий шрифт недопустим, конечно же. Много споров возникала существовавшая практика взимания так называемых оплаты услуг за обслуживание счетов, банковских счетов, которые открывались при предоставлении кредитов. Вот в настоящее время какая практика сложилась? Вообще законно ли это? Конечно же, незаконно взимание дополнительной стоимости, как за обслуживание счета. Данное положение нашли в федеральном законе, вот как раз я сказал, о потребительском кредите займа. Согласно которому любые сведения, как о стоимости оставшейся кредита займа, так и по за обслуживание счета, здесь организации не вправе взыскивать какие-либо дополнительные денежные средства с гражданами. Это будет незаконно. А как быть насчет таких вопросов, когда гражданину хочется вернуть, и он может иметь возможность вернуть кредит досрочно, а при этом ему говорят, что, извините, в таком случае мы наложим на вас штрафные санкции, то есть вы будете дополнительно платить штрафы. Это вообще законно или нет? Конечно же, это незаконно. И та организация, которая говорит, что необходимо уплачивать штрафы за досрочное погашение кредита, это неправильно и противоречит требованиям действующего законодательства. То есть этим законом это регулируется? Этим законом, конечно же, нашло свое регулирование. Теперь касается вопрос у меня насчет процентных ставок по кредитам. Порой они бывают настолько высокими, что вместе с основным долгом гражданину приходится возвращать проценты чуть ли не в разы, даже не чуть ли, а в несколько раз бывает превышающие суммы основного долга. Неужели ничем не регулируется максимальная процентная ставка для таких организаций, которые дают граждан кредиты? В упомянутом мною законе федеральном нашло свое также отражение, что среднерыночная полная стоимость потребительского займа кредита должна быть не более чем на одну треть от среднерыночной полной стоимости, утвержденной Центральным банком Российской Федерации. Вот на сайте, если мы зайдем на данный сайт, там прям по видам организации, которые предоставляют займы, там четко написано, какой процент устанавливается этими организациями. Сам сайт Центробанка, например, если мы возьмем микрофинансовую организацию и срок кредита мы возьмем 30 дней, то там вообще установлен Центробанком 651 процент в месяц можно установить. При этом, если брать от среднерыночного, вот это среднерыночное, мы можем от этого среднерыночного еще одну треть добавить. С законом у нас не запрещено. И то есть надо гражданам смотреть, обращать внимание на эти процентные ставки и на период, на который они берут... Согласитесь, что это мало спасает граждан от больших процентов, потому что сами все проценты, установленные же Центробанком достаточно высокие. Конечно. Если есть нарушения вот этого среднерыночного значения потребительского займа, полной стоимости потребительского займа, то надзор осуществляет Центробанк и он к таким организациям применяет соответствующие меры. В последнее время распространена практика предоставления небольших денег долг. Это вот сумма 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и так далее. Вот хотелось бы более подробно рассказать об этих организациях. Вы сказали, что есть так называемые микрофинансовые организации. Да, конечно же, деятельность таких организаций подпадает под требования федерального закона о микрофинансовой деятельности. То есть кто может осуществлять микрофинансовую деятельность? Юридические лица, которые включены в реестр микрофинансовых организаций. А вот на что нужно обратить внимание, выбирая гражданину микрофинансовую организацию, то есть ему нужно смотреть, включена ли в реестр или как вообще? Да, конечно же, на том же сайте Центробанка есть реестр организаций, то есть список организаций, микрофинансовых организаций, и гражданину необходимо посмотреть, если он обращается в организацию и та представляет собой как микрофинансовую, надо всегда смотреть, включена ли она в реестр. А почему это важно? Это важно для того, чтобы гражданин не ошибся в своем выборе, для того, чтобы не попасть в ловушки различного рода финансовых пирамид. Подождите, ну вот вообще в практике имели ли место случаи, когда организации действительно занимались нелегальной этой деятельностью по выдаче кредитов? Да, в практике имеются такие случаи, когда прокуратура Урмановского района, в частности, был установлен факт осуществления организации общества с ограниченной ответственностью «Тайминвест» профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, хотя такая организация не вправе была осуществлять такую деятельность. И общество было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Куда можно обратиться к заемщикам, то есть тем, кто взял кредит, в случае нарушения их прав, если, допустим, в том числе и условия договора не соответствуют закону, либо их права нарушаются другим образом? Есть ли органы, которые способны их защитить? Да, конечно, существуют органы, в частности, это Роспотребнадзор, это отделение Национального банка Чувашской республики, это же, конечно же, органы прокуратуры, где граждане могут защитить свои права, и суд. Мне хотелось бы поговорить более подробно о финансовых пирамидах. Вот я вижу, у вас на столе даже есть такая брошюра, как распознать финансовую пирамиду. Здесь вот перечислено 10 признаков финансовой пирамиды. Что это за организации вообще в Чувашии? Сейчас как обстоят дела с подобными организациями? Есть ли действительно обманутые граждане, которые, к сожалению, вложили свои сбережения и остались ни с чем? Да, вот действительно, к передаче подготовленного признаки финансовых пирамид, а в частности, на что необходимо обращать внимание, это вкладчику обещают высокие проценты по кредиту, по займу. В рекламных объявлениях развертывается такая деятельность, что пишется также о беснословной прибыли по вкладам. Граждан привлекает вкладывать, не задумываясь, является ли она вообще организацией правомощной. Можете ли привести примеры? Да, значит, прокуратура Ленинского района, города Чебоксары, была организована проверка деятельности кредитного потребительского кооператива и ФК «Инвестор», которая занималась деятельностью, значит, по предоставлению… По привлечению займов, я так понимаю, да? По привлечению займов. И данная организация, она, значит, имела признаки финансовых пирамид, то есть предлагала гражданам высокие проценты, широкий массовый характер распространения в разных регионах имела, да? И в последующем она была зарегистрирована… зарегистрирована и осуществляла свою деятельность непродолжительно. И руководитель данной организации скрылся от граждан, да? Спасибо большое. Давайте покажем сюжет об этом. Тысячи обманутых вкладчиков и 300 миллионов похищенных рублей. Таков неутешительный итог деятельности кооперативов и компаний, которые работали по принципу финансовых пирамид в столице республики в течение прошлого и этого года. Сценарий развития событий практически одинаков. Как только набирались необходимые суммы денег, компании просто исчезали с вложениями горожан. Совсем недавно прекратила свое существование и еще одна компания – «Минизайм». Через какой-то период времени просто исчезли, никто о них ничего не знает, вывеску демонтировали, куда исчезли никто тоже не знает. Люди приходят, интересуются, спрашивают, куда пропали. Но, к сожалению, данной информации мы не обладаем. Пик исчезновения пришелся на конец прошлого года. За последние месяцы в Чебоксарах были возбуждены уголовные дела против руководителей восьми подобных организаций. В данный момент по этим делам проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Если в наступивший срок исполнения обязательств такие компании не выплачивают ни проценты, ни основную сумму вклада, то, конечно, нужно немедленно предпринимать какие-то действия по защите своих интересов. Это либо судебная защита, либо защита путем обращения в правоохранительные органы. Прокуратура предостерегает граждан от вложений в компании, где предлагаются большие проценты за вклады. Ведь вполне возможно, что именно они окажутся следующими в списке исчезнувших. Как казалось бы, уже есть печальный опыт у граждан с такими финансовыми пирамидами, как МММ. Почему все-таки люди идут и доверяют подобным организациям? В чем проблема? Ну, это жажда наживы, не большая, я так считаю. И что все-таки нужно сделать гражданам, чтобы не потерять свои сбережения? Для этого необходимо, значит, сразу же при первой просрочке обращаться в суд, обращать внимание суда, чтобы наложили арест на имущество. И если в рамках уголовного дела они будут признаны потерпевшими, заявлять гражданские иски. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по назору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдения прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Илья Владимирович Гаврилов. Русская пословица гласит, бесплатный сыр только мышеловки. И она, к сожалению, и сегодня не перестает быть актуальной. Подчас стремление легко поправить свое финансовое положение и разбогатеть, напротив, оборачивается тяжелыми материалами проблемами. А ведь можно этого избежать. Нужно всего лишь быть чуточку осторожнее и внимательнее. И, может, и преступников тогда станет меньше, и работа у правоохранительных органов, и имущество Целии. До новых встреч в эфире.